COVID-19 в 2020 году перевернул с ног на голову всю игровую индустрию. Загрузки и продажи игр подскочили в разы и поэтому крупные игроки сдвинули свои графики релизов так, чтобы летнее затишье перешло на весну, а в июне и июле релизов наоборот стало неожиданно много. Пусть и не все крупные проекты, но большинство все же очень ожидаемые игры, которые при любых других обстоятельствах вышли бы когда угодно, но только не летом. В обзоре самые заметные релизы июля 2020 года. Trackmania 2020 года это ремейк Trackmania популярной игры серии от компании Nadeo и Ubisoft. Все части серии довольно качественные гонки, посвященные заездам по невозможным в реальной жизни трассам на безумных скоростях. Игроки перенесутся на всеми любимый стадион, основным дорожным покрытием которого выступает асфальт, в виде дополнительных покрытий выступает переработанный грунт и, внимание, лед, который в трехмане давно не видели. Вместе с этим завозят огромное количество старых и новых разнообразных блоков и платформ с интересными модификаторами, отключение контроля рулевым управлением, отключение двигателя, замедление времени и многое другое. Саму игру это, вероятно, всего не сделает хуже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон» Культовый мистический триллер возвращается, действия разворачиваются одновременно 9 лет спустя и 5 лет до времени действия первой части игры. В Deadly PremiNation 2 A Blessing in Disguise сразу два главных героя. Герои отправятся на ошеломляющие поиски истины, из-за которой они оба рискуют погрузиться в пучину безумия. Игра разделена на две части. В первой части игры, действия которой разворачиваются в настоящем, вы должны раскрыть глухое дело, играя в качестве специального агента Дэвис. Введите допросы, ищите улики и анализируйте свидетельские показания, чтобы раскрыть скрытые во времени тайны. Во второй части игры, действия, которые разворачиваются в прошлом, вы должны раскрыть череду жестоких убийств, играя в качестве специального агента Моргана, Исследуйте городок Леккара, пешком или на скейтборде, ищите улики, откройте темную мистическую сторону на первый взгляд такого мирного городка. Но, как говорится, иногда лучше не будить лихо, некоторым делам лучше оставаться закрытыми. F1 2020 новая версия лучшей, и чего уж там таит единственная достойная внимания серии, посвященная F1 и гонкам на скоростных болидах. Студия Coldmaster создает F1 2020 с используя официальной лицензией 2020 Formula One World Championship, и это означает, что в игре найдется место всем трассам, включая Гран-при Вьетнама и Гран-при Нидерландов, командам и пилотам, которые представлены в реальном чемпионате. Сэм Бриджес должен преодолеть мир, трансформированный петлей смерти. Держа в своих руках бессвязные остатки нашего будущего, он отправился в дорогу, чтобы восстановить связь между осколками мира. История курьера Сэма Бриджеса, которого сыграл актер Норман Ридус, обсуждали несколько месяцев, писали разборы сюжета, спорили о финале. Искали скрытые смыслы и отсытки ко всему подряд. В июле же эту историю смогут услышать и владельцы ПК. И не просто услышать, но и принять во всех ее событиях участие. Рокет Арена Это взрывной онлайн-шутер 3х3, где у персонажа есть только одно оружие, ракетница, с ней связаны все ключевые игровые механики в этой игре. Конечно, есть и Рокет Джамп, и Рокет Клайм Бинг, и тройные прыжки. Использовать ракеты в бою очень легко, но владеть ими в совершенстве, ой как непросто. Здесь надо будет правильно выбирать время для уклонения, обстреливать цели с опережением и своевременно применять различные предметы и устройства. А вот шкалы здоровья ни у кого нет, только взрывная шкала, которая заполняется при получении урона. Получив слишком много попаданий, вы вылетаете с арены, но не из игры. Оседлайте свою ракету, изучите обстановку и вернитесь обратно, снова вступив в схватку. Так что забудьте слово смерть, ведь в Рокет Арена умереть нельзя. В игре представлено множество карт, на которых полно фокусов, ловушек и элементов, раскрывающих вам историю этого мира. В игре может случиться все, и одно известно точно, никогда не бывает скучно, когда ракеты начинают летать. Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Ghost of Tsushima это приключенческий экшен с открытым миром, событие которого разворачивается в середине 13 века. Монгольская империя опустошила уже не одно государство и стремится покорить весь Восток. От внутренних территорий Японии захватчиков отделяет лишь остров Tsushima. Первая волна монгольского вторжения вот-вот разорит остров, но отважный самурай Дзин Саккай готов пойти на все, чтобы защитить родную землю. Однако благородная самурайская тактика сражений не поможет вам добиться победы. Вам придется выйти за пределы традиций, чтобы сформировать новый боевой стиль, стиль бесшумного призрака, несущего месть. В этом приключенческом боевике с открытым миром вы будете путешествовать по необъятной сельской местности и роскошным землям, встречая интересных персонажей, исследуя древние достопримечательности и любуясь укромными красотами острова Tsushima. Разрушаемая окружающая среда и уникальные условия для ведения боевых действий делает остров Tsushima идеальным местом для сражений, где вы сможете экспериментировать с различными умениями, оружием и тактиками в поисках наиболее подходящего вам боевого стиля. Гибкость и изобретательность станут вашим главным оружием по ходу развития истории Дзина. Предельно историческую игру сложно назвать, в ней, по словам самих разработчиков, очень много допущений, условностей и выдумки, но все это только для того, чтобы игра получилась увлекательной. Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok Новая часть приключенческой серии Paper Mario В этот раз Марио нужно будет снова спасти весь мир и принцессу Пич Сказочному королевству угрожает таинственный король Оригами и его бумажная армия, с которыми предстоит сразиться главному герою Вместе с Марио и его новым другом Оливии отправляйтесь в юмористическое приключение, которое заведет вас в самые дальние уголки бумажного мира Сразитесь с королем Оригами и его армией бумажных захватчиков, объедините силы с удивительными союзниками и в совершенстве овладите магическими способностями, чтобы спасти мир Путешествуйте по всему королевству, пересекайте раскаленные пустыни и бороздите бескрайние моря Заручитесь поддержкой эксцентричных союзников и разорвите путы этого волшебного серпантина, прежде чем ваши бумажные друзья превратятся в Оригами-солдат В игре Марио сможет использовать различные бумажные трансформации, в том числе руки тысячи приемов, которые помогут ему побеждать противников и решать различные головоломки А вот присоединиться к компании Марио и Оливии и отправиться с ними в увлекательное путешествие смеха и эмоций, острых ощущений с множеством оригами мы сможем 17 июля Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Destroy All Humans Ремейк приключенческого экшена 2005 года, посвященного вторжению пришельцев на Землю Играть предстоит за одного из инопланетян, который прибывает на Землю, где начинает массовый геноцид людей, коров и прочих живых существ Пришелец может как вступать в открытый конфликт с людьми, так и достигать своей цели другими способами, например, принимать чей-нибудь облик В игре хватает черного юмора, а события происходят в Америке второй половине прошлого века Из-за чего эта игра является аллюзией на все старые фильмы о пришельце, такие как Марс атакует и план дети из открытого космоса Субтитры создавал DimaTorzok